Подчеркну, что для меня это, наверное, и в целом для Саратовской области самый сложный проект за период моей работы. Этот проект сложен помимо того, что были достаточно сжатые сроки. Второй вопрос, он психологически очень сложен. Только для сдачи соответствующего и получения заключения о соответствии строительства необходимо 63 испытания лабораторий. Различных корпусов, различных систем, вентиляционных, пожаротушения, кислородных систем, систем соответствующей диагностики. Поэтому тоже сегодня постараюсь вам все показать. И самое главное, что в январе эта больница уже не будет открыта для посещения. Потому что это будет инфекционная больница. Задача на сегодняшний момент перед Минздравом стоит в том, что в конце января сюда должны прибыть первые пациенты, которых примет данный больничный комплекс. На сегодняшний момент мы максимально комплектуем штаты данной больницы. На сегодняшний момент это уже 70% необходимого штата. Напомню, что здесь работает более тысячи человек медицинского персонала. И эта комплектация и его комплектованность с кадрами позволяет нам в конце января открыть уже эту больницу в рамках лечения здесь больных. Сейчас мы с вами посмотрим, что объект появился благодаря участию Вячеслава Володина. Начиналось строительство этого объекта в рамках благотворительности. После этого с учетом его вмешательства были выделены средства региона в размере почти 2 миллиарда рублей на достройку. Областная инфекционная больница – это сложный медицинский, я не боюсь этого сказать, городок, потому что он включает в себя не только больничное отделение, которое мы с вами пройдем. Это 8 полноценных корпусов, имеющих различную медицинскую направленность. Он включает в себя также вспомогательные здания прачки, потом анатомические конкурсы, корпусы, гаражи, систему очень сложной очистки, водоснабжения, кислородные станции, которые здесь есть, автономные источники электроснабжения, водоснабжения, пожарные резервуары. Еще раз подчеркну сложную систему очистки сток, потому что стоки в начале...